Приветствую вас на канале правильный выбор, в этом видео я расскажу вам о лучших цифровых фотоаппаратах в 22 году. Я рассмотрю зеркальные, беззеркальные и компактные варианты. Какие модели пользуются большой популярностью среди покупателей и действительно заслуживают называться лучшими, это и предстоит выяснить. Как всегда ссылки на все фотоаппараты, представленные в нашем рейтинге вы найдете в описании. Перейдя по этим ссылкам, вы узнаете актуальные цены и технические характеристики. Готовы? Вперед! Наш топ я хочу начать с модели Canon Powershot G7 X Mark II. Этот фотоаппарат одинаково хорошо подходит как для фотосъемки, так и для съемки видео в формате Full HD. Система HS, которая объединяет в себе 20 и 1 мегапиксельный CMOS сенсор с контровой подсветкой типа 1.0 с мощным процессором Digic 7, позволяет делать высококачественные снимки практически при любом освещении. Светосильная и точная оптика с 24-мм объективом и сенсор с чувствительностью ISO до 12800 позволяют снимать буквально в любых условиях. Также хочу отметить четырехступенчатые интеллектуальный оптический стабилизатор изображения, который поддерживает технологию Dual Sensing IS, что позволяет получить высокую четкость фотографий и более плавное видео. Не могу не упомянуть поддержку Wi-Fi и NFC, что позволяет моментально делиться полученными снимками или видео. К этому добавлю, что устройство поддерживает формат RAW. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про дизайн, удобство в использовании, сенсорный экран, стабилизацию изображения и высокое качество сборки в целом. В минусах владельцы иногда указывают отсутствие защиты от влаги и не лучшую фокусировку в темное время суток. Хотите быть в курсе различных технических новинок? Тогда подписывайтесь на канал Правильный Выбор, также не забывайте кликать по колокольчику, чтобы моментально узнавать о выходе наших новых видео. Далее в нашем рейтинге идет модель Nikon D5300. Этот зеркальный фотоаппарат имеет встроенный модуль Wi-Fi и GPS, что позволяет моментально делиться полученными снимками и добавлять к ним информацию о местоположении. Он также может похвастаться системой X-Speed 4, которая обеспечивает быструю и мощную обработку изображений, позволяя получать более четкие снимки с улучшенной цветопередачей и предоставляет расширенные возможности при записи видео. Доступна непрерывная съемка со скоростью 5 кадров в секунду. Помимо всего прочего, я обязательно хочу отметить наличие 2016-пиксельного RGB датчика измерения, 39-точечной системы AF и выход HDMI, что позволяет подключить фотоаппарат, например, к HDTV-экрану. Доступно 16 сюжетных режимов, которые как нельзя лучше подходят для определения объектов или условий съемки. В конце отмечу наличие режима HDR, который предназначен для съемки статичных объектов, и режим активный D-Lighting для динамичных объектов. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про комфортный вес устройства, большой функционал и множество различных настроек, яркий дисплей, доступные режимы, качество изображения и поддержку Wi-Fi и GPS. В минусах владельцы изредка указывают то, что экран не сенсорный, а также отсутствие защиты от влаги и пыли. А что вы думаете об этом фотоаппарате? Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующий фотоаппарат, о котором я хочу вам рассказать, носит название Sony Alpha ILC-E7M3. Эта модель может похвастаться новой версией 24- и 2-мегапиксельного CMOS-сенсора Exmor-R, который имеет тыловую подсветку и используется с последним процессором изображений Beyond X, а также препроцессором LSI. Все это повышает скорость считывания в два раза, а обработки данных в 1,8 раз. Стандартный диапазон ISO получил расширение до 51200. Также хочу отметить наличие 5-осевой стабилизации, которая позволяет получать более четкие снимки. Что же касается автофокусировки, то в этом фотоаппарате расширенные алгоритмы AF повышают ее точность даже при низком уровне яркости EV3. Не могу не упомянуть и поддержку серийной съемки со скоростью до 10 кадров в секунду. Без подзарядки эта модель способна сделать около 710 фотографий, а при помощи зарядного устройства аккумулятор можно зарядить и даже быстрее, чем по кабелю USB. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про быстрый автофокус, комфортный вес устройства, качество изображения, эргономичность и качество сборки в целом. В минусах владельцы иногда указывают высокую стоимость и не самое удобное меню. Интересует стоимость данной модели? Тогда загляните в описание, где мы оставили ссылки на толковые магазины с самыми привлекательными предложениями. Следующий участник нашего рейтинга Nikon D5100. Данный фотоаппарат имеет КМОП-матрицу формата DX с разрешением 16,2 мегапикселя. Система обработки изображений X-Speed 2 обеспечивает оптимальное применение технологии фотокамеры, что позволяет добиться максимального качества изображения. Доступна непрерывная съемка с частотой 4 кадра в секунду. Также хочу отметить высокую чувствительность ISO, которая составляет от 100 до 6400, а при помощи настройки Hi2 ее можно вручную увеличить до 25600 единиц. Не могу не упомянуть доступные режимы специальных эффектов и сюжетные режимы, которые обеспечивают автоматическую корректировку настроек устройства для съемки в сложных условиях. Добавлю еще, что эта модель поставляется вместе с дополнительным стереомикрофоном Nikon ME1, который позволяет записывать видеоролики с высококачественным стереозвуком и без шума AF. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про компактность, эргономичность, комфортный вес фотоаппарата, хвалят качество съемки и сборки. В недостатке владельцы иногда записывают малое количество кнопок управления и то, что это все-таки не самая свежая модель, хотя и пользуется приличным спросом. Узнать стоимость каждого фотоаппарата, представленного в нашем рейтинге, можно, перейдя по ссылкам, которые мы оставили в описании. Финальную тройку нашего рейтинга открывает фотоаппарат Canon EOS RP. Эта модель оснащена 26,2-мегапиксельным CMOS сенсором, который благодаря процессору Digic 8 и встроенному цифровому оптимизатору изображения обеспечивает высокое качество изображения, в том числе в условиях слабого освещения. В данном устройстве применяется технология автофокусировки Dual Pixel CMOS, которая расширяет зону AF и включает в себя функцию автоматического наведения фокуса на глаза, что позволяет получить более четкие портретные снимки. Примечательно, что управлять фотоаппаратом можно дистанционно при помощи Wi-Fi. Также доступна съемка любых движущихся объектов со скоростью до 5 кадров в секунду, а более плавную фокусировку и высокую четкость видеосъемки без дрожания с системой цифровой стабилизации и разрешением 4К обеспечивает технология AF Dual Pixel CMOS. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про качество изображения, автоматическую фокусировку, компактный размер и комфортный вес устройства, удобное управление, сенсорный экран, поддержку Wi-Fi и защиту от пыли. В минусах владельцы часто указывают не самую емкую батарею и иногда ругают не лучшую работу видоискателя. Предпоследний фотоаппарат, о котором я хочу вам рассказать, носит название Sony ZV-1. Эта модель позволяет снимать быстродвижущиеся объекты с 40-кратным замедлением, чтобы создавать красивые кинематографические кадры. Производитель позиционирует ее как полноценную камеру для видеоблогеров, что определяется ее удобной конструкцией, позволяющей легко делать селфи и снимать видео для блога. Она оснащена сенсорным ЖК-экраном, углы наклона которого можно менять. Примечательно, что на нем нет никаких разъемов, портов и различных креплений, так что выстроить нужный кадр получится без проблем. Данный фотоаппарат полностью совместим с рукояткой GP-VPT 2BT от Sony с беспроводным подключением по Bluetooth. Также доступны функции для профессиональной съемки в 4К-15 HDR, позволяющие записывать высокодетализированные видео. Есть и гамма S-Log для профессиональной съемки, позволяющая корректировать цвет на свое усмотрение. А встроенный нейтральный светофильтр обеспечивает более точное управление экспозицией, улучшенную глубину резкости и низкую скорость затвора. Что же касается отзывов, то в них пользователи в позитивном ключе зачастую пишут про качество съемки, удобный экран, функционал, компактность, стабилизацию и звук. В минусах владельцы изредка указывают не слишком удобное меню и отсутствие видоискателя. А завершает наш ТОП-7 лучших цифровых фотоаппаратов в 2022 году модель Canon EOS 600D. Она может похвастаться 18-мегапиксельным сенсором CMOS, поддержкой режима автоматического интеллектуального определения условий съемки, наличием различных экранных подсказок и возможностью непрерывной съемки со скоростью до 3,7 кадров в секунду. К этому добавлю 9-точечную автоматическую фокусировку на широкой области и встроенный модуль беспроводного управления вспышкой. Диапазон чувствительности ISO от 100 до 6400 с возможностью расширения 12800 обеспечивает более качественную съемку без вспышки в условиях слабого освещения. Также отмечу, что устройство оснащено 14-битным процессором обработки изображений Digic 4, который уникальным образом воссоздает цвета, мягкие переходы тонов и осуществляет строгий контроль над шумом. А технология Basic Plus позволяет менять основные автоматические настройки в соответствии с освещением или окружением. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про качество изображения, поворотный экран, возможности и функционал, эргономичность, вспышку и высокое качество сборки в целом. В недостатке владельцы иногда записывают не очень емкий аккумулятор. Огромное спасибо за просмотр! Напоминаю, что ссылки на все фотоаппараты, о которых я рассказал, находятся в описании. Ставьте лайки, если вам понравился наш ролик. Пишите в комментариях, какая модель приглянулась вам больше остальных. А чтобы первыми узнавать о выходе наших новых видео, подписывайтесь на канал и кликайте по колокольчику. Удачи!